Далее жару, в регион пришло лето, надолго ли? 44 ДТП, 5 погибших, дорожные инспекторы открыли сезон охоты на мотоциклистов-нарушителей. Мои университеты, приемная кампания в самарские вузы в самом разгаре. Пошла жара, в Самару пришло лето. Гидромедцентр, обещая, столбик термометра не будет опускаться ниже 19 градусов ночью, днем воздух прогреется до 32. Вместе с тем, всю неделю возможны небольшие дожди. Самый жаркий и ясный день этой недели сегодня, понедельник. В связи с чем, по данным МЧС России, по Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов. Самарцам напоминают о необходимости быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу, не бросать незатушенные окурки, не раскидывать осколки стекла и бутылки. Они способны сработать как зажигательные линзы. Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно попытаться немедленно затушить его и позвонить по телефону 112. Ситуация с паводком тем временем стабилизируется, вода потихоньку начала уходить. Сейчас уровень ее составляет 30,5 метров, тогда как вчера он был на 10 сантиметров выше. Напомню, что с 12 июля в течение 10 дней проводятся повышенные сбросы воды через гидроузел Жигулевской ГЭС. Самарская прокуратура осталась без начальника. Андрей Шевцов покидает свой пост. Это связано с повышением. Он назначен на должность заместителя прокурора Самарской области. Кто займет его место, пока не ясно. Известно, что прежде чем возглавить Самарскую городскую прокуратуру, Шевцов руководил ведомством в Безенчукском районе. Автоинспекторы взялись за мотоциклистов. В Самаре прошли рейды по выявлению нарушителей ПДД на двухколесном транспорте. Отсутствие прав и полиса ОСАГО, вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, езда без шлема и на незарегистрированном транспорте. Основные нарушения. При этом, как отмечают сотрудники автоинспекции, количество аварий с мототранспортом снижается. Почему, узнала Марина Кравцова. Такое на самарских дорогах встретишь не часто. Мото-вездеход, который и по асфальту, и по грунту, и по воде перемещаться может. Необычное транспортное средство тормозят сотрудники ДПС. И не зря. На квадроцикле нет регистрационного номера у водителя документов на транспорт. За два года с момента покупки он так и не поставил на учет свой вездеход. В итоге эффектного вида транспортное средство продолжает путь уже не своим ходом, а на эвакуаторе, на штрафстоянку. Водитель должен в данном случае сделать новый договор. Соответственно, зарегистрировать в установленном порядке его. Полис ОСАГО сделать. И после этого момента уже прийти на штрафстоянку. Соответственно, с полным пакетом документов забрать данное средство. Рейд под кодовым названием «Мотоциклист» инспекторы ДПС проводят неспроста. В этом году произошло уже 44 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклов и мопедов. 5 человек погибли, 47 получили ранения. Больше половины из этих аварий случились по вине водителей мототранспорта. И это при том, что по сравнению с прошлым годом таких ДТП стало меньше. Инспекторы связывают это в том числе и с холодной весной и дождливым летом, из-за чего и двухколесных коней на дорогах стало меньше. Рейд проводят с целями профилактическими. Призвать водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила. Мы ждем некоторый рост аварийности как раз в июле-августе с прошлого года, учитывая хорошую, ясную, теплую погоду. Поэтому проведение подобного рейда, в общем, направлено прежде всего на профилактику подобного погружения. У нас нет задачи каким-то образом закошмарить водитель мотоциклов. Мы относимся к закону послушным. Возьмем с уважением. Всегда. В поле зрения инспекторов попал и Александр. Молодой человек железного коня оседлал только в мае этого года, но устанавливают его уже не в первый раз. К такой проверке документов молодой человек относится спокойно, считает повышенное внимание сотрудников ДПС только к лучшему, дисциплинирует водителей. Сам же ПДД не нарушает. Тем более, что мотоцикл – транспортное средство повышенной опасности. Очень большая концентрация внимания требуется на управлении мотоциклом. То есть это не как на машине. Нужно следить за всеми участниками движения, состоянием дорожного полотна и прочее. Такие рейды на самарских дорогах проводят регулярно. Водители уже привыкли к усиленному контролю, а эффективность рейдов отражается в статистике. Аварий с мотоциклами и мопедами стало меньше на четверть. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Движение на Южном мосту откроют на этой неделе. Это касается одной его половины, ремонт которой на финальной стадии. На ней уже заменили деформационные швы, запетонировали основание, уложили гидроизоляцию. На нескольких пролетах установили новое ограждение. Сейчас рабочие продолжают ремонт опор моста. Через несколько дней подрядчики приступят к обновлению второй его части. И по ней проезд будет перекрыт. Полностью завершить ремонт должны к 1 ноября этого года. Пусть меня научат. В самом разгаре приемная кампания в самарских вузах. Комиссия работает по графику. Судя по количеству заявлений, недоборы явно не ожидаются. В Самарский университет имени Королёва документы подали уже более 5000 абитурентов. Многие приехали из других регионов и стран. Приходят и те, кто желают продолжить образование на более высокой ступени. Олег Зверев пообщался с абитуриентами и бакалаврами. Житель Таджикистана Юсуф Усмонов приехал в Самару специально, чтобы поступить в университет имени Королёва. Дома в Душанбе учился на 4,5, занимался техническим творчеством, мечтает стать ученым-инженером. С университетом списался через интернет, прибыл по приглашению. Подал документы на факультет технологии транспортных процессов. Выбрал я Самарский государственный аэрокосмический университет, так как он мне больше понравился. Более 5000 абитуриентов уже изъявили желание учиться в Самарском университете. Из них почти 200 – иностранцы. Приемная кампания идет полным ходом. Абитуриенты приходят с высокой оценкой по ЭГ. Ожидается, что проходной балл будет выше прошлогоднего. На бюджетные места документы можно подать до 26 июля. В этом году их стало больше. По инициативе губернатора 85 мест бюджетных будут финансироваться за счет бюджета Самарской области. Это филологи, это историки, это гуманитарные дисциплины. И там средний балл уже сейчас за 80. Для того, чтобы поддержать абитуриентов с высоким баллом, университет ввел дополнительные стипендии. В течение осеннего семестра они будут получать по 3, 5, 10 тысяч рублей дополнительно. Это стимул. Мы ждем таких ребят. Я думаю, что не только высокобальники, но и ребята средние, такие упорные, уверенные, здесь найдут себе большое применение. У нас больше 300 образовательных программ сейчас. Университет имеет весь спектр подготовки. Те, кто уже прошел первую ступень образования, подают документы на более высокий уровень. Эдмунд Аквир, студент из Ганна, собирается учиться в магистратуре. Для нас все очень хорошо. У них преподаватели, все преподаватели хорошо с нами занимаются, и все понимаем. Вот поэтому мы тут решили, чтобы тут оставаться, а еще продолжать на магистратуре поступить. Чем больше иностранцев учатся в Самарском вузе, тем выше его мировое признание. Но и россияне тоже получают уникальную возможность учиться за рубежом. 120 университетов мира ждут самарских студентов на стажировку. Яркая, очень мощная, усиленная программа. Это непереоценимая материальная база в виде установок, на которых я могу получать это образование. Ну, собственно, сама атмосфера, само строение кампуса, и, наверное, это и делает наш университет одним из самых лучших. Учебная база университета совершенствуется. В частности, уже в этом году выделены деньги на реконструкцию ботанического сада, после которой он станет одним из лучших в мире. Олег Зверев, Григорий Плешаков, События. Далее, коротко о других событиях дня. Далее, в регионе крупное дело черных обнальщиков рассматривается в Самаре. По версии следствия, они отмыли почти 3 миллиарда рублей для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности. У группы обнальщиков, они работали до августа 2015 года, была своя черная касса, подконтрольные им фирмы, которые имели фиктивные юридические адреса, печати и реквизиты. При совершении перечислений по расчетным счетам оформлялись фиктивные документы. Кроме того, готовились и липовые документы для бухгалтерской отчетности одноднева, как посчитало следствие, с целью конспирации. В Тольятти на Хрящевском шоссе произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу пять автомобилей, в том числе Ниссан Альмера и Лада Гранта. Иномарка перегородила половину дороги, в результате чего образовалась огромная пробка. Обошлось без пострадавших. Строительство Ракитовской развязки близится к завершению. Идет обустройство кольца. Житель Самары снял видео, позволяющее проследить темпы реконструкции. Рабочие уже запетонировали и заасфальтировали дорогу внутри тоннеля. А на въездах в него установили ограждение. Что касается кольца, то строители оцепили его половину со стороны Ракитовского шоссе, а также приступили к обустройству съезда. На другой половине кольца пока ведется разравнивание грунта. Кроме того, активно идут работы по обустройству дороги-дублера. Самарский Роспотребнадзор советует внимательно выбирать арбузы. В регионе стартовала ранняя реализация бахчевых культур. В основном они поступают из стран ближнего зарубежья. Сезон созревания при этом приходится на август-сентябрь. Роспотребнадзор напоминает, что употребление этих продуктов раньше срока значительно повышает риск отравления нитратами. Чтобы его избежать, продукцию нужно приобретать только в специально оборудованных местах уличной торговли. Не стоит покупать разрезанные бахчевые культуры. Перед употреблением арбуза или дыни их нужно тщательно помыть, желательно с мылом. В Самарской области 18-летний юноша поймал толстолобика весом 7 килограммов. Рыба попалась на обычную удочку в пруду в центре тела Новый Боян. Юному рыболову потребовалась помощь двух мужчин, чтобы вытащить огромного толстолобика из воды. После того, как фото были сделаны, рыба была отпущена обратно в воду. Спастись от палящего солнца на луне природы, и при этом с минимальными благами цивилизации можно на турбазе. В Самаре восстановили еще одну заброшенную базу отдыха «Зори Жигулей». Домики отремонтировали, территорию расчистили, близость к воде и лесу делают ее особенно привлекательной. Один день на обновленной турбазе провела Марина Матвейшина. «Зори Жигулей» теперь можно встречать и провожать тоже, глядя из окна уютного домика. Муниципальная турбаза в Самаре снова ждет гостей. 29 домиков с шикарным видом из окна постепенно заселяются и обживаются. Белье, конечно, свежее все есть. Это номер семейный, вот видите, для семейной пары, которая с детьми может все. Холодильник есть в каждом номере. Готовить можно на общей кухне. Здесь есть все необходимое для кулинарных подвигов. И ностальгический момент. Ряд уличных умывальников, как в советском детстве. Много лет турбаза стояла заброшенной. И в этом году всего за полтора месяца удалось превратить ее в место отдыха горожан. Здесь, во-первых, все домики вычистили, вымыли все домики. Здесь провели трубопровод. Здесь насыпали песок на пляж. Очень много песка завезли. Почистили всю территорию. Обрезали все буквально деревья. Здесь вывезли кучу-кучу машин. Это уже пятая турбаза, восстановленная силами муниципальных предприятий. Все они находились в ведении города, но не использовались. В течение трех лет по инициативе главы проводим выверку наличия турбаз, которые находятся в муниципальной собственности. И изыскиваем варианты возможности того, как их реанимировать. Все практически турбазы были, к сожалению, заброшены, не использовались. Несмотря на то, что турбазы ведомственные, отдыхать здесь могут не только сотрудники муниципальных служб, но и остальные горожане. Стоимость приятно отличается от частных бас-отдыха. А шикарные виды и умиротворяющие звуки природы подарят заряд бодрости на долгие месяцы вперед. Кроме созерцания прекрасных видов и наслаждения тишиной, здесь можно найти еще массу увлекательных занятий. Собирать ягоды, рыбачить. И любители тихой охоты тоже найдут, чем здесь поживиться. Марина Матвеевшина, Максим Гусев. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы в следующие выпуски. Скоробная историческая дата. Самарцы крестным ходом почтили память последнего российского императора. Бои с Амброзией переходят в решающую стадию. Районам властям велели ускориться. Ретро-автомобили и показательное выступление спецназа. Полицейские устроили праздник для детей. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова